Следуйте четким рекомендациям. С огромным уважением, признанием передаю микрофон лидерам компании, лидерам Еревана, Армении, Мурадовым, Сильвой и Георгием. Добрый вечер. Доброго времени суток. У нас большая география. Поставьте плюсики, как меня видно и слышно, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Татьяна, за новости, промоушены. Как всегда, эмоционально, мотивировано и профессионально. Здорово, здорово. Спасибо, Татьяна, за промоушен в адрес мой Сильвин. Приятно, очень приятно. Не буду скромничать, так сказать. И, конечно же, уже по традиции, по доброй нашей традиции, сейчас меня все, наверное, не сомневаюсь, что все поддерживают в этой комнате. Давайте мы поблагодарим наших уважаемых лидеров мнений, Наталью Васильевичу Кочилову и Татьяну Лученкову, вот, за эти потрясающие встречи по четвергам, за наши вебинары. Это работа, которая дорогого стоит, я вам скажу. Знаете, это очень нужная работа для нас, для компании. Еще больше это, я думаю, нужно для наших приглашенных, уважаемых новичков, на наших людей, которые вот-вот только хотят присоединиться к нашей компании. Ведь когда-то и моя жизнь, и жизнь нашей семьи изменилась. Вот такой встречи. Ну, какая разница, онлайн или оффлайн? Я знаю, что в этой комнате тоже есть много-много-много людей, которые вот эти такие встречи поменяли кардинально их жизнь к лучшему. С чем я вас и поздравляю. Вот эти все смайлики, вот эти все, ну, как виртуальные аплодисменты для вас, дорогие наши лидеры. Спасибо вам огромное за ваш большой труд, за все, что вы делаете для компании. Огромная благодарность. Ну, а сегодняшняя тема, как уже сказала Татьяна, она, да, действительно важна, она уже это тревожность, стресс, переходный период. Но вот что мне хочется, с чего начать, друзья. Что, знаете, вот осень считается порой романтичной грустью, хандры, меланхолии. И вот это часто люди почему-то принимают за депрессию. Нет, друзья, хотя сразу скажу, это депрессией не является... Нет, 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 конечно, да. Ну, конечно же, осенью резко меняются условия, и тут не поспоришь. Ну что, там уменьшается световой день, это прежде всего, да. Это очень сильно влияет на современного человека, потому что солнечный свет, это как воздух, как воздух, да. Он резко влияет на очень многие вещи, скажем, на вырубку серотонина. Или на уровень витамина D, о котором мы сегодня еще в дальнейшем поговорим, да. И на многое другое. Ну, вот в конце, в рационе, да, резко, резко начинают сокращаться свежие ягоды, овощи, фрукты. Еще вчера летом они были в достатке, а вот сегодня уже их становится меньше. Ой, а вид за окном меняется, согласитесь, да. Это пасмурно, туманно, дождливо, мрачно. Ну и что? Все эти факторы, естественно, конечно, негативно сказываются на состоянии человека. Я прям страшилку какую-то сделал, да. Нет, 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 все равно это депрессией не является. А специалисты это называют сезонным аффективным расстройством. САР сокращенно, да. Это аффективное расстройство, сезонное. Так что, друзья, никакой страшилки. Все нормально. Больше того, скажу, у природы нет плохой погоды. Вы, наверное, знаете, это вся погода благодать. То же самое, нет плохого времени года у природы. Все времена года просто прекрасные. И осень тоже. Ну и что, что там хмуро выглядит. Все равно осень прекрасная пора, а чьи очарования, это точно. Хоть там пышное природоувидание, но это природоувидание тоже свое. Очень красивое природоувидание. Если вы со мной согласны, поставьте единичку, пожалуйста, для, чтобы мы на одной волне были. Да, вот мне нравится. Да, спасибо, Светлана. Да, совершенно верно. И знаете что? Вот это время года, которое мы сейчас назвали. Прежде всего, что надо делать? Вот вопрос-то вот этого. Мы сегодня об этом будем говорить. А что надо делать? А я вам скажу, прежде всего, надо больше света. Света нам надо побольше в этот момент. Значит, надо больше на воздухе, на прогулки выходить, на свежий воздух выходить. При этом вырабатывается больше гормонов счастья уже. А они очень важны, играют роль в жизни каждого человека. Эмоциональное, да. Вот эмоциональное благополучие они вызывают у человека. Ну, конечно, знаете, вот все, что я сегодня буду говорить, знаете, как я поймал себя на мысли, когда готовил эту тему. Что все, о чем я буду говорить, чтобы улучшить наше самочувствие в этот переходный период, у нас это все есть. Вы не представляете. И вы сами сейчас убедитесь в этом. У нас все, да, мы эмоциональные люди, у нас бизнес-эмоции. Согласны со мной? Поставьте двоечку. Наш бизнес-эмоции. Ну, скажите, пожалуйста, кому помешают дополнительные положительные эмоции? Никому. Значит, нам надо просто немножко больше походить на свежем воздухе. Вот и все. Тем более, вот эти нейрохимические вещества. Это я про что говорю? Ну, я говорю про гормоны счастья. Да, они играют исключительно важную роль в нашей жизни. Это дает бодрость, уверенность, хорошее настроение. Так почему нам не поднять его побольше? Ведь оно же не помешает нам. Ну, и, конечно же, еще один важный момент. Ученые доказали, что ходьба, ходьба, это очень эффективный стимулятор. Стимулятор для нашего лучшего настроения. Снимает стресс. Депрессию снимает. Тревожность убирает. Ученые также доказали, друзья, что еще более эффективно гулять там, где есть вода, водоемы или фонтаны. В этот момент улучшается координация, улучшается творческое мышление. Я вам очень советую, да, когда мы будем гулять или вы будете гулять где-то на свежем воздухе, и если там будет водоем, он только на 50% улучшает творческое мышление. Если у вас есть какие-то задачи, планы, берите с собой ручку и блокнотик, и у вас придут прекрасные, интересные мысли, которые помогут вам довести ваши цели до конечного результата. Ну, и, конечно же, тут очень хорошо работает и медитация, и йога, прогулки. Ну, бег, фитнес, правда, йогой я не занимаюсь, я честно скажу, да. Бегом я тоже не занимаюсь. Как бы мне запретили делать, потому что уже в возрасте, когда ты идешь к 70, не рекомендуется бегать, но вот пешком ходить, больше ходить, больше физических нагрузок, это да, это безусловно. Ну, а может кто-то йогой занимается, это вообще прекрасно. Но для себя я уже многие-многие годы выбрал совершенно другую тактику, и она работает на 100%. Хочу поделиться. Я ее назвал мотивация-афирмация. Хотите, афирмация-мотивация, не важно. Но когда мы делаем нужную нам афирмацию, мы очень здорово мотивируемся. И вот я тут несколько буквально пунктиков так набросал, да. Ну, вот что нам позволит избежать вот этого, легче пройти вот этот переходный период. Осенней тревоги, так сказать. Ну, вот смотрите, и каждый пункт будет соответствовать тому, что действительно нам в этот период необходимо. Вот сон. Я могу спокойно спать. Это будет еще отдельная тема дальше, да. Я могу посещать любые места и наслаждаться прогулками. То есть куда бы мы ни пошли гулять, куда бы я ни пошел гулять, я наслаждаюсь этим, и это очень важно. Да, и я могу, конечно, продуктивно работать и полноценно расслабляться. Это тоже отдельная тема, мы затронем ее сегодня, потому что нужно уметь расслабляться и отдыхать. В течение всего дня я буду себя чувствовать энергичным и радостным. Мы всегда это говорим, мы это делаем в процессе нашего бизнеса. Мы очень энергичны и радостны. Ведь так же, но чуть-чуть больше внимания к этому делу, и все, нам нипочем. И еще мое отношение с близкими улучшается, друзьями. Это тоже отдельный пункт, мы о нем еще сегодня поговорим. Ну и, конечно, это только я так набросал. И можно еще много-много от вас, вы можете сами дополнить здесь этот список. И можно какие-то более глобальные поставить туда установки цели. Это тоже будет нормально. Ну и еще, конечно, вот все, что я сейчас сказал, да, это тоже уже как бы доказано учеными, да, и это, смотрите, вот, если мы занимаемся йогой, прогулками, бег, фитнес, все-все-все, мотивация, афирмация. Вы знаете, как это здорово влияет на зрение? На зрение, да, да, зрение. Нормализует артериальное давление. А сколько людей сегодня мучаются? А вот простые вещи, не надо никакие лекарства. Или, например, улучшает память. Или, например, повышает иммунитет. А что нам еще надо? Вот давайте вот еще раз пройдет, пройдите по этим пунктам. Да и все, а что мы сделали? Особо ничего такого и не сделали. А вот нам уже все ни почтем. А вот психологическая поддержка. Знаете, я здесь хочу немножко затронуть свою историю, потому что это важно. Это очень важно. И раньше я долго очень болел, практически 10 лет я не выходил из дома. Причина инвалидность, вторая группа, эпилепсия. И знаете, что я всегда, всегда думал, что я неудачник. Ну уже все. За что бы ни брал, у меня ничего не получается. Я не доводил ни одно дело до конца. Потому что, не знаю, я ругал все и вся. Да, желание было. И мечты были. Но не реализовывались. Все так мечтами оставалось. Да, 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 было такое. И знаете, что? Главный источник. Я тогда-то это не понимал. Но главный источник-то в голове все. Да, и все мое отношение к окружающим, к самому себе тогда. Все это было неправильно. Все это было благодаря неправильному моему мышлению. И надо было просто-напросто поменять мышление. Как это сделать? Вот вопрос. Когда тебя окружают одни такие же неимущие инвалиды, пенсионеры, которые получают 10 долларов в пенсию. И которые ругают все и вся вокруг. Что правительство плохое, друзья плохие, родственники не хотят покинуть деньжат. И все в жизни там туманно и плохо. А надо тут с этого болота выбраться. И тут очень важно. Вот эти все негативные установки, которые были у меня в голове, надо было поменять. Где-то я понимал внутри, но как это сделать? И знаете, здесь очень важно еще иметь, кроме психологической поддержки, я хочу сейчас подчеркнуть, если вдруг у кого-то из приглашенных, я-то знаю, наши партнеры, всех нормальность, но если у кого-то вдруг есть такие состояния, знайте, все зависит только от самого человека. От вас, от ваших мыслей в голове. Но, конечно же, социальная поддержка тоже имеет большое значение, потому что, наверное, кто-то должен был мне дать такой толчок. И на смесь такие люди, я низко кланяюсь, я благодарен Серверу Роману Чумакову, Гульнауру Мамутову, к сожалению, ее сегодня нет с нами, да, но это люди, которые поменяли кардинальную жизнь мою, моей семьи. И я знаю, что еще тысячи тысяч человек этим людям благодарны. И, конечно же, когда он мне сказал Серверу Роману, что да у тебя не мечта, у тебя мечтушка, у тебя нет желания, у тебя не хочу, у тебя хочушка, тебе просто надо поменять. Свои мысли. И с тех пор, действительно, я стал по-другому мыслить. Он стал меня учить делать то, что я никогда не делал. Думать так, как я никогда не думал. Низкий поклон этому человеку. А потом, естественно, уже окружение стало меняться. Я сейчас возьму указочку, друзья, знаете, и это действительно очень важно в жизни каждого человека. Появляются люди, которые позитивно настроены. Они лидеры, и они дают дух, они дают силу. И вот уже много-много лет я и Сильва, мы находимся в окружении потрясающих лидеров. Неважно, мы встречаемся на оффлайн-встречах или онлайн. Вот посмотрите, каждый четверг вот эти потрясающие лидеры. Мнения. Они мотивируют нас, обучают нас. И низкий поклон им всем, и огромная благодарность. И если сегодня есть у нас в комнате приглашенные люди, новички, я вас очень, я вам очень рекомендую, присоединяйтесь к этой очень мощной, дружной команде лидеров нашей компании. И ваша жизнь также изменится кардинально к лучшему. Но знаете, что я хочу сказать? Ведь социальная поддержка – это не только друзья. И вот что интересно, ученые выяснили, почему общение с друзьями дает больше положительных эмоций, нежели общение с семьей. Интересно, да? А как это все просто? Просто мы с друзьями не занимаемся так часто рутинными делами, одними и тем же, да? Ну, как в семье. Чем занимаются обычно рутинные дела в семье? Ну, это обычно воспитание детей, уход за детьми, и домашние какие-то дела. И все это повторяется. Но тем не менее, друзья, сейчас кто-то может со мной еще не согласится, скажет, почему это так? Да, я согласен. И общение с друзьями, и общение с семьей нас и то, и то заряжает, и то, и то нам дает положительные эмоции. Безусловно. Просто я хочу вот со своего опыта дать какой-то такой совет, да? Чтобы такие же положительные, большие эмоции были, когда мы общаемся с семьей, надо просто почаще с нашими семейными родными не заниматься только одними рутинными делами. А вот мы здесь вот дружной командой семейной, да, вот сделали такие вот выездные такие мероприятия, отдых на природе. И это тоже, вот эти дни, они остаются пожизненно, они незабываемые эти дни. Они дают такой положительный заряд, такую энергию дают. Ну, какая хандра, какие там сезонные эти? Нет, это все пролетает незаметно. Итак, друзья, идем дальше. Еще один важный момент, чтобы никакой хандры не было, это уже вот наше личное силовое такое мнение. Я думаю, что это со мной вы тоже согласитесь, да, сделать расписание, планирование дня. Да, мы это тоже делаем, но помните, что я вначале сказал, что все мы это делаем. Но давайте немножко больше уделим на это время и, поверьте, как гладко пойдут наши дни. А что для этого надо? Структурировать время. То есть то, что мы делаем, что-то еще раз расписать. Подъем востока, зарядка востока, утренние звонки, приглашение на рандовый восток. Рандовый восток это продажи, встреча с клиентами, встреча на офис и так далее, и так далее. Теперь, когда у нас есть время, мы теперь должны упорядочить, что мы делаем по этим часам. И чтобы не было так затруднительно, да, мы эти задачи, ну, мой совет такой, не знаю, давайте разобьем более маленькими сделаем такими. Структурируем, но сделаем небольшие задачи, если у нас действительно напряженность какая-то есть. И тогда мы это сделаем легко и просто, как съесть звонок. Да, давайте мы его разделим по кусочкам. И когда мы, значит, управлять задачами будем, не большими, а маленькими, не большими, это будет прекрасно. Ну, и последний пункт, это, конечно, отдых. Как я уже сказал, полюби себя любимого и расслабляйся и отдыхай. Это тоже очень и очень важно, уметь отдохнуть. Если мы это все делаем, время и ресурсы у нас распределяются правильно, у нас никакой нет хандры и никакой нет депрессии. Согласны со мной? Поставьте троечку, пожалуйста, что это очень важно, структурировать свой рабочий день по времени и по всему. И у нас просто все пойдет гладко, как по маслу. А вот еще один важный момент, друзья. Да, 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 я тоже вначале о нем упомянул, что, во-первых, надо заботиться о себе, побольше заботиться о себе, полюбить себя любимого. Ну, в конце концов, мы же должны знать, что мы любим себя, тогда мы больше будем любить. Я скажу, как возлюби ближнего, как себя самого. Возлюби ближнего мы-то слышим, а вот как себя самого, подчас забываем. Итак, друзья, сон. Что такое сон? И это важнейший элемент, чтобы был качественный сон. Ну, как специалисты рекомендуют, оптимально 7. 7-8 часов – это оптимально. Ну, вот, когда я готовил эту тему, мне очень и очень зацепило, так сказать, да, и я с этим полностью согласен. А я вот не знаю, знаете ли вы, что 28 февраля ежегодно отмечается новый праздник – День сна в общественном месте? Ба-ба-ба-бам! А что это значит? А это значит, что сегодня обращают особо важное внимание на то, что распространяется такая тенденция ко сну вне дома. И это является ярким индикатором уровня психологической и физической перегрузки людей. А вы замечали сегодня, в метро спят люди, в автобусе спят люди, в маршрутках спят люди? А ну-ка поставьте четверочку, если вы это замечали. Если вы согласны со мной, что это физические, эмоциональные перегрузки у людей, и праздник не зря сделали 28 февраля, ведь это тоже отмечается не просто так. И это на какие-то социальные группы влияет, а я даже больше сказал, в целом на все общество сегодня земного шара влияет это. Поэтому уделять сну для себя любимого необходимо. Необходимо вот 7-8 часов. Ну и конечно же радуйте себя, поощряйте себя. Ну не знаю там, чем можно поощрять себя любимого. Ну скажем, поменяйте прическу. Да, обязательно питайтесь правильно. Это еще тоже в дальнейшем мы сегодня поговорим на эту тему. Правда будет говорить другой спикер, да. Ну сделайте какую-то другую прическу, это сразу придаст вам другой вид. И эмоции будут другие. Купите какую-то новую вещь, блузку, не знаю, там что-то обновить у себя в гардеробе. Это тоже будет прекрасный момент вот в этом месяцезоне. Ну и конечно же, друзья, добрые дела. Ой, как важно. Ой, как нужно. Вы сейчас скажете, а чем мы занимаемся? А я и не спорю. А я и не спорю. Добрые дела. Но это то, что мы делаем фактически ежедневно. Помогать людям, не ожидая никакой награды взамен, никакой похвалы. Уже много-много лет у нас силы есть такое понятие. Делай добро, не ожидая ничего взамен. И быть рядом там, где действительно ты нужен людям. Вот у нас такой есть ложный уже много-много лет. Ну и конечно, помогать людям это дело святое. А добрые дела это показатель нравственного воспитания человека. Это так. Я очень горжусь, что мы в таком бизнесе, в такой компании, где мы постоянно можем помогать людям. Ну и конечно, на мой взгляд, еще совершать добрые поступки необходимо людям потому, что это укрепляет отношения между людьми, согласитесь. Это дает много позитивных эмоций. И это в целом улучшает мир. Вы знаете, давным-давно и после уже много лет, так я бы сказал, да, мы считаем себя, не хвастаясь, улучшателями. Мы этот мир делаем лучше. Мы этот мир делаем чуть-чуть краше, чуть-чуть здоровее, чуть-чуть добрее. А ну-ка поставьте пятерочку. Ведь это же действительно так. Это истина. Я не сказал никаких громких слов, друзья. Мы улучшатели, и мы это знаем. И я вас поздравляю с этим, друзья. Это здорово. Знаете, есть такая фраза, все возвращается бумерангом. И каждый поступок наш, каждое доброе дело возвращается нам, потому что мы сами создаем свой мир. Мы сами делаем, мы сами пишем свою историю. И каждый наш поступок возвращается к нам. Не просто возвращается, а возвращается, как сказать, шторицей. То есть вдвойне нам возвращается, потому что люди приходят и говорят нам спасибо. А это дорогого стоит. Это больше, чем денег. Когда люди приходят и говорят свои результаты возвращенного здоровья. Но это в миллион раз больше, чем деньги. Согласитесь со мной, друзья. И, конечно же, добрые дела постоянно совершаются. И, как сказал Марк Твен, доброта это то, что может услышать глухой и увидеть слепой. В принципе, я с этим полностью согласен, друзья. Ну и вот еще важный момент, о чем хочется сказать. Человеческий организм не машина. Нет. Все механизмы, которые обеспечивают гармонию в нашем организме, они так тонко, четко связаны с природой. Потому что человек это маленькая часть, частичка природы. Мы не отделимы от природы. И поэтому естественно, что после ярких солнечных дней там приходит холода, снег приходит, меланхолия какая-то, хандра. Это называется осенний хандрой. Это естественно, друзья. Да, да. Ну, а если уж это естественно, то временно такой, знаете, упадок сил. У кого-то апатия, у кого-то там нету настроения. У кого-то замедленное мышление даже может быть, да. Нежелание работать, двигаться. Ну, может даже где-то еда невкусная, снижается аппетит. Но ничего страшного в этом нету. И ничего не происходит такое. Просто, знаете, просто наша психика и нервная система, она подстраивается под эту перестройку. Вот и все. Поэтому я с самого начала сказал, никакой депрессии. Просто это временное, знаете, вот это осенняя хандра, это аффективное расстройство. Но она временна. Она приходит и уходит. А вот если мы будем говорить о депрессии, это не наша тема. И вообще мы не будем говорить о депрессии. Это уже затяжная, вот когда что-то такое, человек впадает в затяжную депрессию. Но это совершенно другая тема. Сегодня мы не касаемся депрессии. Но есть другой момент. Все-таки все, все, что я сказал, благодаря нашему бизнесу, мы просто это легко пройдем. Но я сказал, все, что мы делали, мы это делаем ежедневно, друзья. Просто немножко уделяем побольше внимания и времени. И вот на чем хочется сейчас еще заострить ваше внимание, друзья. Правда, эту тему продолжит другой спикер. Но я как бы хочу начать ее. Начать, знаете, что в период межсезонья организм вырабатывает большое количество кортизола. Это гормон стресса, да. И, конечно же, в этот период необходимы адаптогены. Чтобы наш организм легче адаптировался. Адаптогены – это то, что дает возможность нашему организму чувствовать себя бодрым, уверенным. То, что нам придает силы, уверенность. Один из таких адаптогенов, может быть, даже один из главных адаптогенов, считается корень белого императорского женьшени, шестилетнего. Он нам и дает эту силу. Он дает нам эту бодрость, эту молодость, вечную молодость духа он нам дает. И, конечно же, люди здесь знают об этом удивительном относительно новом продукте для нашей компании. Но уже так заявил о себе. Впрочем, подробно об этом сейчас расскажет Сильва. Но я хочу вот что сказать. В этих жестких условиях гормон шесть лет выращивается. И всего лишь один из двадцати корней выживает. Впрочем, это совершенно уже новая история, о которой вам расскажет другой человек, спикер. Это профессионал своего дела, 20 лет здорового возле жизни, правильным питанием, опыт она имеет. Конечно же, это ведущий ВИП-консультант Армении, участник в проектах межкультурного исследования качества жизни в Российской Федерации, участник в больших многократных путешествиях. Впрочем, я переведу с ней слово своей супруге. Встречайте виртуальными аплодисментами. Мурадова Сильва. Пожалуйста, Сильва. Доброго времени суток. Всем рада вас всех приветствовать в нашей виртуальной комнате сегодня. И, пожалуйста, поставьте пятерочку, если меня слышно хорошо. Спасибо огромное, Георгий. И, значит, я продолжаю сегодня тему. Вообще наши темы всегда очень интересные, важные и нужные. И спасибо всем спикерам, которые помогают всем нам, значит, получать хороший профессионализм. И мы слушаем всегда очень интересную информацию, истории, а также и результаты. Значит, Георгий затронул тему нашего сегодня, значит, мы имеем сильнейший такой адаптоген белый императорский женщин. Этот продукт действительно уже, мы его попробовали, сами кушаем и получили уже хорошие результаты. Похоже, я расскажу один очень интересный результат, совершенно новый. И почему же он такой вот эффективный, мощный и сильный продукт? Потому что, значит, в составе имеется 37 видов сапонинов. Это самое огромное преимущество. Это борьба с раком, снижает содержание жира, укрепляет организм, повышает иммунитет, успокаивает, снимает боль, снижает давление, уровень глюкозы в крови, защищает сердечные мышцы, улучшает свертываемость крови. Также в составе имеется германия органическая, которая укрепляет иммунитет, борется с раком, препятствует старениям, восстанавливает ткани. Следующий состав – это полисахариды, которые укрепляют иммунитет, повышают устойчивость к болезням, препятствуют старению, борются с раком, гепатитом, даже туберкулезом. Посмотрите, какой широкий спектр, как он нужен всем-всем, абсолютно всем нам. Следующий – это эфирные масла более 20 видов, которые подавляют метаболизм, нуклеиновой кислоты, глюкозы и энергию раковых клеток, и сдерживает их рост. А сегодня мы знаем, сколько людей борются с этой проблемой. А также в составе имеется магний и кальций, которые тоже очень важны, активизируют клетки, улучшают работу поджелудочной железы, препятствуют возникновению диабета, снижают уровень содержания холестерина в крови, предотвращают повышение артериального давления и стимулируют производство крови. Сегодня мы знаем, какое огромное количество людей борется с гипертонией, и никак этот вопрос, в принципе, лекарствами не решается. И почему же он такой мощный, мы его называем мощный, такой вот эффективный женьшень, продукт джин-аш. Очень важно, где он растет. Он растет на горе Чинбаншайн. Это самое благоприятное место на земле для выращивания женьшеня. Следующее преимущество – это климат и экология. И прежде чем посадить женьшень, землю держат под паром 30 лет. Представляете? Почва и вода, которая немалое значение имеет. Почва, на которой растет женьшень, увлажняет и питает родниковой водой цингуй. И последнее – это двойная пересадка. Это растение пересаживается дважды в новую почву, удобренную сосновой хвоей. Вот такие преимущества имеет наш продукт джи, который действительно относительно недавно мы его имеем, но уже получили хорошие результаты. Многочисленные исследования доказали, что гензинозиды белого императорского женьшеня способны в первую очередь улучшить кровообращение, восстановить иммунную систему, профилактировать атеросклероз и гипертонию, убивать раковые клетки, ингибировать их рост, реабилитировать печень, насыщать кислородом кровь и активизировать головной мозг, укреплять память, защищать сердечно-сосудистую систему, ускорять липидный метаболизм, восстанавливает энергию, снимает стресс, снижает депрессию, оказывает противоаллергический эффект, омолаживает организм и защищает от свободных радикалов, а также и решение проблем мужского здоровья. Скажите, пожалуйста, нужен нам этот продукт? Всем-всем, правда? Суперпродукт! Поставьте семерочки, кто уже кушает продукт и считает, что он действительно уникален и нужен абсолютно всем нам. Спасибо, спасибо за поддержку. Так, какие же еще свойства основных компонентов продукции джин? Стимулирует когнитивные функции нейропитания, ускоряет метаболизм и расшипление жиров, нормализует артериальное давление, эластичность сосудов, что очень важно, улучшает общую картину сперматогениза, тоже очень серьезная проблема, отчаяет кожу от угрей, сыпь, экзем и покраснение, укрепляет иммунитет, повышает устойчивость организма к болезням, восстанавливает энергию, помогает снимать стресс, снижать депрессию, оказывает противоаллергический эффект, защищает от свободных радикалов и фонового воздействия радиации, активизирует работу органов, пищеварения, ну, можно сказать, от всего и для всего, улучшает мозговое кровообращение, память, обучаемость, регулирует работу желудочно-кишечного тракта, ускоряет обмен веществ, эффективно поддерживает иммунитет, способствует нормализацию кровообращения, оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие на организм. Вот такой у нас потрясающий продукт джинь, джиньшень наш любимый. Давайте посмотрим на этот слайд и убедимся, почему он такой вот эффективный. Наш императорский джиньшень, он в два раза имеет больше минералов, чем в ягоде осаи, в семь раз больше витаминов, чем в мёде, в три раза больше антиоксидантов, чем в грецком орехе, и в десять раз больше сапоминов, чем в облепихе. А мы знаем, что это всё очень полезное, да, облепиха, мёд, вот, ягода осаи, это сильнейший антиоксидант, и, конечно, грецкий орех, который имеет тоже большую пользу для всего. Генератор нашего здоровья. Абсолютно верно, да, Наталья, это генератор нашего здоровья. Так, здесь мы видим буквально, можно сказать, всю таблицу Менделеева, перечислять не буду, одним глазом просмотрите, наверное, вы уже тоже знакомы, какие же активные компоненты имеет наш продукт G. Вот, вся таблица Менделеева. При современном темпе жизни на человека влияет множество факторов, которые провоцируют стресс, тревожные расстройства и депрессии, и, в частности, недостаток витамина D провоцирует стресс и тяжёлое эмоциональное состояние. И столь пристальное внимание научного мира сегодня к витамину D можно объяснить не только бесспорным участием витамина D в поддержании здоровой костной ткани, но и его влиянием на множество биологических процессов в организме человека. И мировая статистика свидетельствует о широком распространённом дефиците витамина D, принимающей масштаб глобальной немой неинфекционной пандемии. По всему миру половина населения Земли имеет низкий статус витамина D. Можно даже сказать и больше. Почти все, наверное, больше, наверное, 70-80%. Потому что очень часто буквально любой пациент, который сегодня может обратиться с какими-то жалобами, проблемами, то есть ли стрессовой ситуации, или костной, или щитовидной, обязательно в первую очередь направляют проверить витамин D. И оказывается, что действительно очень большой сегодня дефицит витамина D у населения, начиная с детей и до взрослых. И чем же можем восполнить мы витамин D? Конечно же, пищей нашей. Вот здесь на слайде есть продукты, которые содержат витамин D. Но не всегда получается вот это всё принимать в ежедневном рационе. К рыбу кушать почаще, скумприю, тунец, креветки, желток, мясо, творог, печень, яйца. Многим, может быть, недоступно. Это же не так дёшево это всё ежедневно получать или хотя бы в неделю один-два раза. И, конечно же, у нас есть продукция, в которой в составе имеется именно витамин D. И сейчас мы по очереди просмотрим, какие же это продукты. НПМ, ОСДР, МДС, ИНТ и продукт Н. Сейчас мы с вами быстренько пройдёмся по каждой и посмотрим, какими же продуктами мы можем... Значит, сегодня мы говорили о сильнейшем мощном адаптогене. Это ЧИ, значит, женщине императорской. И сейчас вот, прежде чем я перейду о витамине D, хочу сказать здесь на слайде, есть ещё два адаптогена, которые имеются в продукте CH и DR. В CH у нас элеутерокок. И главная ценность его – это элеутерозиды, B, B, E. И в больших объёмах они находятся в побегах растения. И поднятие тонуса становится хорошим катализатором для многих физиологических процессов в организме. Обмен веществ, производство энергетического топлива для человека улучшает физическую выносливость, умственную работу. Он снимает спазм, напряжение, ускоряет дыхание, кровоток, поднимает иммунитет и возвращает молодость. Это продукт CH. И второй продукт – это DR, это эхинацея. Если это рукок расталкивает организм, приносит бодрость и стимулирует иммунитет, то эхинацея работает несколько иначе. Она заставляет иммунную систему работать самостоятельно, находя внутренние резервы и источники силы. Эхинацея может быть полезным вспомогательным средством при лечении синдрома хронической усталости. Она эффективна при состоянии депрессии, физическом и нервном истощении, подходит для длительного применения, не вызывает привыканий и не угнетает нервную систему. Продукт DR – это сильный иммунитет. Поддерживает иммунную систему, нормализует микрофлору кишечника, выводит из организма шлаки и токсины, улучшает пищеварение, облегчает симптомы воспаления верхних дыхательных путей, а также имеет антиоксидантную защиту. Вот так. Это наш продукт DR. Сегодня он есть во всех торговых домах. Мы тоже его получили и тоже уже приобрели. Это сильнейший продукт при вирусных заболеваниях. Вот сейчас опять у нас вирусы кругом. Вот DR в помощь, кто сегодня страдает разными инфекционными вирусными заболеваниями. Следующий продукт N – это здоровье мочеполовой системы. Нормализует работу мочеполовой системы, обладает противовоспалительным эффектом, способствует выведению песка и мелких камней из почек, обладает мочепонным действием. Следующий продукт – зрелая красота МДС. МДС – это менопауза до и после климатрический период с женщинами 40+. Значит, комплекс фитоэкстрогена, витаминов, минералов для поддержания красоты и здоровья женщин в зрелом возрасте. Поддерживает необходимый уровень экстрогена, улучшает эндокринную систему, замедляет процессы старения, ослабляет негативные проявления климатрического периода, помогает при бессоннице и тревожных состояниях тоже, последствия климакса. У женщины это раздраженность, сон нарушается, и улучшает состояние зубов и волос. Здесь витаминка от Д3, кальций. Гибкость суставов. Посмотрите, ведь кругом, налево, направо, и в семье у каждого, наверное, и среди знакомых, да, сколько людей уже в среднем возрасте, даже плюс 40, 50 или 60, уже не говорю, и старше, у которых именно проблемы с подвижностью сустава. Вот, это мы видим часто, да, как женщины переваливаются, перекатываются, с трудом ходят, с трудом поднимаются в транспорт, спускаются. Вот, enjoy им в помощь. Он очень эффективный. Буквально с первого месяца приема чувствуешь результат. У нас очень много таких результатов, которые не могли подняться, спуститься. И вот месяц принимает и прекрасно себя чувствует. Он восстанавливает хрящевую ткань, оказывает противовоспалительное действие, укрепляет костную ткань, улучшает подвижность суставов, предотвращает истощение костной ткани. Здесь вот перечень состава. И К2, который помогает, именно направляет и восполняет, значит, дефицит кальция Д3, где он необходим. Следующий – это НПМ. НПМ – сила мужской природы. Но мы его с радостью кушаем сами, женщины, я лично. Вот, и, значит, как женщинам, так и мужчинам сильный противовоспалительный продукт, который предотвращает заболевания мочеполовой системы, обладает противовоспалительным действием, защищает от развития хронических заболеваний, защищает от инфекционных заболеваний мочеполовых путей, укрепляет иммунитет и закрепляет результаты терапии. Мощный противовоспалительный продукт против различных видов грибков, стриптокопков, стафилокопков и других грибков. Следующий продукт – это ОС, кальций, цинк, В6, К2, В3. Это здоровые суставы и крепкие кости. Нормализует минеральный состав и прочность костной ткани, способствует снижению риска переломов и других травм. Нормализует здоровье мышц, хрящевых соединительных тканей, поддерживает мышечную функцию, снимает дискомфорт суставов при физических нагрузках и способствует метаболизму белка. Продукт ОС тоже очень эффективный и получаем быстрые результаты. На этом слайде мы видим ПИ, ДИ и МГР. Хочу сказать о продукте ПИ и МГР как-то вместе, комплексном, потому что они оба антистресс-комплексы. Это нервная система. В ПИ в составе имеется милиция, лаванда и вся группа витамина В, которая предупреждает стресс и нейтрализует его последствия, поддерживает здоровье нервной системы, сердечный ритм, устраняет чувство тревоги и обеспечивает полноценный сон. МГР, конечно, здесь в составе преимущества. Это магний, малат магний, безглицинат магний, это нервная система. И также, значит, зверовой белокудренник и боярочник, а также витамин С. Это, значит, для достижения спокойствия и хорошего настроения каждый день, восстанавливает эмоциональный баланс. И продукт Д, это самый-самый любимый, востребованный, всегда мы его ищем, ждем, да? Никак не дождемся продукта Д. Вот, это сильнейший иммуномодулятор, природный антибиотик. Это очистка от токсинов, шлаков и солей. Оказывает противовоспалительное действие, является природным антибиотиком. Это профилактика онкологии в том числе. Улучшает очищающую функцию почвы, снимает воспаление, укрепляет иммунитет и борьба с преждевременным старением. То есть чистый организм, это всегда большое преимущество, это сильный иммунитет и защита от разных вирусов и инфекций, которые сегодня кругом мы налево и направо, опять у нас пик, значит, заболеваний различных, опять у нас корона никак не уходит от нас. И вот, конечно, все эти продукты, это большой, хороший иммунитет для вашего здоровья. Конечно, наша вся продукция хорошая и трудно как-то разделить, что больше нужно, что меньше. Конечно, мы пользуемся всей продукцией, но иногда каких-то продуктов нету, мы всегда можем чем-то другим заменить. И, конечно, продукты для наших детей. Витамины. Витамины, минеральный комплекс G&E, G&B, это просто, не знаю, волшебные витамины для наших детей. Это лучшие витамины в мире для наших детей. Это первые результаты мы получили, значит, сын, ему уже 33 года в возрасте, 6-7 лет попробовал первый раз юниор, и мы избавились от аллергии благодаря юниорам. Наши дети все болели. Это любимый продукт моих внуков. Они кушают его когда хотят, во сколько хотят, и сколько хотят. Они сами решают, сколько пить. В любое время могут подойти одну, две, сколько хочется им. Я очень рада и благодарна, что вот и дети наши как бы поняли, что продукт нужно кушать всегда. Дают детям. Старшая дочка живет в Швеции, она регулярно дает ежедневно. Юниор, джуниор, би и би-бик. Старшему 10 лет, второе, значит, девочке 7 лет. Вот это ее слова. Она говорит, мам, я каждый день даю, тю-тю-тю. Несмотря на, вы знаете, климат в Швеции, холодно, они не болеют. Вообще всю ту зиму не болели. Вот недавно появился в Европе детокс, она сразу быстро заказала, чтобы на всю зиму как бы хватило ей детокс, чтобы не остались без детокса. В связи вот, ну, с перебоями. Результаты по GMP, я уверена, есть у всех, у всех партнеров наших. Я уверена, что нет партнера, который не попробовал или не получил результаты. Вот он на самом деле многофункциональный, наши все продукты. Любой продукт, он работает и на очистку, и на питание, на восстановление. И это всегда можно одно другим заменить. Многофункциональные наши продукты. Спасибо, Клавдия, за поддержку. Вот. И что хочу в результате сказать. Конечно, мы как бы выделили продукты, вот именно самые такие востребованные в межсезонье, вот с хондрой, да, когда идут обострения хронических заболеваний, суставных, в первую очередь, много, да, иммунитет, ну, антиоксиданты, вот на сильнейший адаптоген на женщине, это сильнейший антиоксидант, который нужен всем, всем, всем. И поэтому, как бы, о других продуктах сегодня я не включила на сегодняшнюю тему, вот слайды, но хочу обобщить, что наши все продукты очень эффективны, и мы уже 26 лет кушаем продукт. Море-море результатов. Повторяться не хочу, но хочу, значит, рассказать результат, который я обещала. Буквально два месяца назад у нас, значит, пациентка забеременела, используя продукт на третий месяц. Подробно расскажу, значит. Ну, не аэропетян 36 лет. Молодая семейная пара, которая, значит, на протяжении шести почти лет, значит, лечится от бесплодия. Традиционными медицинскими лекарствами и так далее. Хотя не раз мы с ними беседовали попробовать, значит, наши БАДы, ну, они как-то, ну, немножко не верят, что можно решить такую проблему. И вот лечились, 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 без результата, пока в прошлом году пришлось им, значит, сделать ЭКО. И, конечно, слава Богу, как бы ЭКО дало какой-то результат. Она забеременела, но на четвертом месяце беременность прервалась, она очень расстроилась, но столько они бились, наконец забеременела, расстроилась. и спустя два месяца звонит, говорит, вот, мы хотим попробовать, можно встретиться с вами. Пришли они в наш торговый дом с супругом. Вот. Ну, как я уже ранее сказала, конечно, сначала думаешь, ой, вот антиокс бы, детокс бы нужен, да? Но всегда есть выбор. И, слава Богу, у нас на пикапе был и Синьор, и Хромвитал, а самое главное НПМ-продукт, да, который очень нужен был мужу, потому что именно причиной оказалась эта нездоровая сперма. Вот. Это, конечно, очень распространенная проблема. Вот. Вроде процентность была достаточно, чтобы забеременеть, но сперма оказалась, в общем, не здоровая. И вот, используя, значит, поговорили, мы сказали, что будете принимать три месяца вместе с супругом, вдвоем. Оба пили С, нормализация кишечной флоры, CH, для активизации сперм, CH, и НПМ, оба, и на первый месяц им достался ЛВ-продукт, Ливлон. На второй месяц то же самое, но мы добавили G-продукт, и на третий месяц, спустя, на тринадцатый день третьего месяца она звонит и говорит, я сделал тест, я забеременела без всякого эко, это потрясающий результат, о нем знают все, и в торговом доме, вот, наш менеджер, этот результат нас очень обрадовал, вот, почему она позвонила, в панике, говорит, я забеременела, мне можно принимать, там осталось еще на две недели допить, мы сказали, конечно, можно, только ты еще обязательный юниор должна добавить, она на следующий день пришла за юниором, потом у нас, значит, поступил антиокс, вот сейчас она пьет только антиокс и лайфпак юниор, вот мы ждем, значит, обязательно я потом поделюсь, расскажу, как только она родит, пока вот середина беременности, это отличный результат, вот, такие результаты мы получаем, и я уверена, вот все продукты наши, что бы ни было, что не пьешь, получаешь результат, который сам даже не ждешь, вот, этот результат был потрясающий, да, спасибо огромное за внимание, всего самого доброго всем, не болеть, и с нашим продуктом, конечно, мы не имеем права болеть, и хочу сказать, на следующей неделе мы встречаемся, значит, в прошлый четверг мы слушали прекрасного нашего спикера, партнера, Жаонета Сергеевна, врач с большим опытом работы, 42-летним стажем, которая тоже рассказала очень интересную тему, поделилась с шикарными результатами, и вот следующий четверг мы ждем встречу снова Жаонеты Сергеевны, которая расскажет нам, как сохранить и укрепить здоровье в условиях дефицита продукции ПИВИ, это шикарная тема, ждем встречи, вот, в девятнадцатом году она прошла в ТАШ-ЕУВИ, Институт усовершенствования врачей, усовершенствования по валиологии, это профилактика и организация ЗОЖ, имеет, значит, она в медицинской страховой компании, была генеральным директором, а также главврачом частной полиплиники, замдиректора городской службы крови, ждем с нетерпением встречу со следующим спикером в следующий четверг, и вместе мы сила, до новых встреч, дорогие партнеры, спасибо всем за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова